доброе утро ребят доброе утречка у нас завтра проснулись и завтракать бутербродики вот на таком квадратном симпатичным хлебе бутерброды вчера купили мы этот кинзу я вчера забыла на обед сергею дать забыла на ужин сергею дать ну хоть на завтрак зато есть так и у нас тут конфеты есть всякие печенюшки кстати вкусное печенье и собака пробовала печенье очень-очень понравилось давайте мне побольше печенье но сладкое зубах правда застревает но не всего она потом мякнет и силу и проходит хорошо так все завтракаем просыпаемся там у нас должны быть мама свите на деревне на даче вот на нашем прекрасном доме что не тому что уже пологорода перепахали мы скоро тоже приедем сейчас подтянемся здравствуйте мы едем в наш любимый дом это у нас уже просто шарики за ролики ролики там витя с мамой мы не знаем есть они там или нет мы сейчас проверим кисики на пенечках одна вторая вот и такой страшный рыжий какой-то грязный и и вон 3 ой красавица ой красавица и кто сделать климатик признавайтесь боже ты шок такой страшный какой-то весен не знаю не бойся ты чё такой злой здесь из царапана на драчу он дерется много наверно смотрите какой-то боевой код короче нос широкий на пол морды это боксер посмотри он тут хозяин какую-то видишь широкая переносица у него как у боксера офигеть смотри какой весь царапанный по бокам вот щеки вот это вот офигеть он лежит и и не отпускает походу она шевелится и он такой за ней муж блин как дерево по деревьев пораспускались только голенькие стояли уже такие злые как шарики классные уже и жарко ну вот ровный воздух а мы в куртках потому что там у нас ветер у реки хорошо одеваться не дай бог да вечером уезжаем поздно и да холодно у нас велосипеды снари стоят смотри у нас тут трава порасслаблен не было этого да и малина аж куда вылезла это малина вроде бы малина офигеть а как же ж ворота открыла ой 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 это что такое лястайте ой надо же открыть не могу папка машину машину я не вижу клац клац оп есть здравствуйте здравствуйте мои хорошие привет привет ой грязный дожди а где Костя Костик ты где а где он папа пошел проверять чем колеса пахнут жук жук ты тут накакал вообще-то блин вот сегодня теплый день посмотри уже деревья прям тень дают вот эти вот три тенечек травка травка благодать красота вообще сейчас жук переоденусь подожди все ребята собираемся на огород сажать картошку Юле надо подкрепиться вкусно вкусно батончик тесточка шоколадная помазюшка очень вкусно жука покормили короче мама с Витей здесь вон их велики Костян Жукович все на месте они покормили Костику а я думаю что я Костика на руки взяла у него пузо такое большое говорю ты что не какал да они его покормили и жука тоже сейчас вам покажу картошку смотрите это картошка которую я собрала из того вон погреба а тут прям такая с огромными ростками не знаю что с ними делать прям большие а там с маленькими росточками но если вместе собрать то получится один вот такая один ящик такой вот такой отвезем прям так на тележке мы протупили короче на огороде дорожки между ряди сделали слишком узкие надо было делать под тележку у нас же два колеса мы это не совсем учли забыли мы новички ребята зато в следующем году мы будем уже более опытные не надо пойти выложить видео на канал цены нет мы же приехали у нас сразу работа не идет мы сразу снимаем видео укладываем на канал на канал цены нет заходите там свежий это выйдет с опозданием что я сейчас записываю там свежие свежие видеоролики и там можно за нами следить практически онлайн что ребята я повезла тележку вы у меня за пазухой торчите удобно вам теплышко поехали сейчас отвезу сюда в садок вот это вот и потом вернемся за лопатами и всем остальным картофанчик как же вручную не таскать у нас есть транспортное средство тележка наша хорошо идет блин классно что она на двух колесах вообще цены нет как Сергей говорит нет цены просто о какая тут трава выросла все приехали опа паркуемся я буду даже картошинка выросла я поняла а вот эти можно это наоборот хорошо это уже взойдет вот такой а такой можно ну да синевой зайдет а вот с белыми нет вот где вот такие волосинки вот этой не будет понимаешь волосинка видишь она а пупьянка толстая не 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 сажать такую и вот этой тоже тоже я говорю еще раз синевой которая она взойдет сережа ну вот же без синевой да вот хорошая вот хорошая третий раз вот это с синими вот этими кидай а вот эти белые с тонкими не надо сергей огородь сейчас ищешь свет свет хочешь да включу так блин я в перчатках какой еще да не знаю черный какой зеленый черный не черный черный сережа спасибо да две пачечки гитара гитара сахар не надо мы же не едим сахар доча вообще а тут Юля можно руки помочь да можно все чай а тут как раз по-моему два пакета чай есть сахар есть и вон конфеты и печенье да Витя сказал что вот эту нет смысла сажать короче вот с тоненькими такими ростками сказал что толку не будет и пустая у которой нету ничего и вот видите тонкие тоже нет смысла а вот эту можно сажать а вот а вот эту всю типа нельзя сажать а нифига тут у нас тогда фигня получится надо было наверное сесть в нее перебрать сейчас неудобно будет что ребята перебрали перебрали картошку из того что в погребе писали у вас в погребе есть картошка зачем вы покупаете ребята мы так как картошка неопытные по картошке видео подошел сло вот это вот все нет смысла сажать нет смысла сажать мы перебрали оставили только которые с толстыми этими самыми осталось фигня да и тут вот это все один ряд оставили синие да один ряд у нас получится картошки тут вся картошка из погреба так может это не отступать а вот где у нас были лунки обнови их этот самый да я думал проход а отступить чтоб мы знали а смысл если у нас один рядочек ну так давай смысл отступать ну давай сюда и будем класть ну давай продолжаем да и все да давай по одной ложу а ты следующий закапываешь ну да зарываем следующий ну да да тут картошки это фиг ого а как вот с этим большим аккуратно положи чтоб не обломился хотя Витя говорит она так прорастет да без картошки да а я тогда раскладываю все убираю камеру бы неудобно давай мамочка мама предлагает нам пасочку а ты с чайком с конфетами я буду работать с ним пойду а Юля сколько тут сколько тут сколько тут жизни надо жрать пока дают мам а Юля тоже как я поим все я же не работник я тоже сам ну надо сейчас буду через усилитель а если подождать а если я спокойно Леха отдохнул смотри там внутри видишь такие-то штучки разные цветные цукаты цукаты а что это скрипит стул разваливается сейчас упадешь нет серьезно не-не-не это Витя подставил какую-то эту ну так и будет ясно будешь цукаты ешьте это сильно вкусно Сережка вкусно-вкусно ты что не ел цукаты? нет ел не заметил я не знал что это цуката я знаю цуката цуката это ты лежит в Крыму в пустыне в Крыму мы ехали в Севастополь в полях тут поля тут горы я говорю что за звук или машина они остановились а вокруг свист такой и они только в течение дня свистят как только солнышко начинает садиться они свистят что за зверь цуката цуката ну типа кузнечика вот такая фигня ну я не знаю какие в Крыму а у нас вот такие здоровые и крылья шипит такое же со свистом они не стечат в вибрации Юля и что пасочка подавилась да плохо проходит да чайком ее чайком вон конфетами что это такое сыр не домашний я поняла ты меня когда давала я не могу он воняет коровой чем козой то брынза была а это если нам мастер привозит мы по заказу берем оно дорогущее он такой плотный хороший сыр боже глянь смотри Юля не умри коровы классный сыр он не тот который я беру то что ты берешь этот который ты не любишь как его мы маздам вот эти вот она не любит а это совсем не такое вкусное у меня четвертая группа крови я всеядный Юля сядь иди я встану нет ты видела мой чуник да берцы да лёгкие лёгкие кожаные на три раза размера больше ну ничего слушай он так урчит как тракторец Лена удивляется что он кушает и куржи кушает да? печенье давала печенье кушает ну все а Сефан то ничего Лена страдает мальчики я потом вы нам оставите пасочки немного а мы ж не а если 7 я не буду работать так Литя все Литя хоть заставить себе может а я не я не хочу заставлять себя на камеру включено да? угу да рассказывай что я лентяя видишь на камеру лентяй а? лентяй? ну я лентяя я работаю только когда деньги платят там я могу а не платить денег не облом так тут свое ну да вот я че и че и работаю если б не свое было то рыл бы блин а ветерок такой свеженький видишь северку ну давай давай Юля сядь я же уже поела угу 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 там водичка подогрелась да буду да сейчас рассаду почнем помидоры будете сажать да? угу да одену где рассаду там угу 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 Леночка у нас 10 20 30 40 0 60 ты сказала 100 ну там же они плюс 2 плюс 2 ну да что Лена а может 70 до плюс 2 да не по 10 продаются по 10 но по 12 ну они дают трошки с походом значит дают 12 дают да чуть поменьше может а не рано нормально сажать ну все посадили говорят уже да сядем усе я у кого не страшу ничего посадили разные регионы ну разные это самое но я спрашивала у сотрудниц своих так при чем тут да при чем здесь все это рискует усе что быстро близко к Богу да рискует усе сядем усе да Серёж да облеклась там я видела черное черное да тут черное а на скале чуть выше нормально тут есть абрикосы мы прямо фотографировали чуть чуть есть в прошлом году потому что Женя говорит не было вишни здесь не было по этой улице а сверху были ну да они уже глубоко в прошлом году я помню что абрикосы отцвели морозов не было а потом они уже отцвели уже и мороз не страшен а вишни цвели и в этот момент я заметил был мороз и вишни не было все всегда допиваешь нет бы жене глоток оставить ужас а что ж ты не помнишь вот как доверять да еешь у нас наоборот Юля оставляет все потихоньку пьет а я свой вылакаю а я хлебаю да я вылакаю свой бах у матери то есть а что жук так дышишь вроде ты пить хочешь и ты он ждет мама приезжает всегда отпускает а тут не отпускают а что ну ты не отпустилась а что не знаю а не покусает кого уже все во первых я не боюсь вообще собак у меня вон этот коллегу приезжали у него покойная эта овчарка Дана ой Лена я не пущу я говорю Олег пускай там мы с ней так гуляли там игрались Олег говорит да никого ну так ну если и подпускает но она так держит дистанцию видите он кусанул она так прижала тебя нет я ее хотел погладить там Олег стоит и она вот этим ударила типа ты знай свое место она мне я понял только попробуй сожрать перчатку уже снял у нее есть хозяин понимаешь у нее там иерархия построена и надо же эту липку вырез а я а тут я пани братство с ней сожил да да а она меня бах так знаешь ну ударила так цей не трогай да не трогай хотя я же и цей оденуся вийду я рано встаю а легче спит я раз выпущу ее из вольера она побегает там о я на место короче погибла но ей много лет было да так детей не было она не смогла родить как ты Жентина не подпускала о смотри у меня горох запал а деда я перчатки здесь потеряла Витя а ты же куришь да это на огороде да подавить кого потеряла может быть ты бросил уже а что еще делать то в жизни да ну жену любите сейчас я попрячу а что там за цветы цветы что за цветы все Лариса если бросаешь и курить и пить то есть ты должен чем то заняться или монастырь идти или какой то практикой не рискать вот тут он не долезет Юля кокаин дорого да пить я не пью уже 20 лет а мы же в курсе Сереж а курить и пить и курить еще и зачем тогда жить я шучу конечно да да ты сам понимаешь что это гадость и более табачку нема я нема табачка черт за что да они не лезут они уже не ну как понятно что это за что они разрастаются нет они Кишинево Космос Бук Варакши вот кусок этого коржа закапывает можно Крима Черкасская Беломорканал ну да давай на ту сторону отойду а то блин не знаю ютуб пропустится сигареты о отсюда будем говорить ага а ютуб да именно что сигареты да да то есть что еще нельзя что нельзя еще там пропагандировать оружие оружие еще что там спиртное а у нас за оружие что то прилетело да мы когда выкладывали ролик а да у нас пневматический пистолет прилетело нам это самое предупреждение ну у нас часто это бывает все за песни именно Антонова да не даже вот это луги и долги я не помню авторские права там кто то купил бы ее не знаю а я же скажу я еще на танцы Серега еще до армии еще именно отделка амшинина из культури приходили и какие песни вы поют авторы там Тухманова поднимай пасху и выйдем раньше это было да и они всегда им возьмут вот каждую эту воно шкафу воно шкафу а кто то будет что-то еще божут тебя запрыгнуть я потом баночку заберу сыр тебе оставлю ну так воно вылезут они вкусные прям аж сладкие не надо мочить я думаю и что по 2 штуки или как их сажать ну как мы сажали ну порежи порежи ну на шаговую чем меньше ты посадишь она будет крупнее а можно просто тяпкой или обязательно круг делать и что ну как для лопаты не ну я тяпку я делаю луночку по двум сторонам и мелкую раз и притаптаю ногу буквально притаптал и все да воно плотнее и будет да больше даже можно там вот вот арбузы например полтора метра а так между ними сорок сорок пять а так полтора вот вот такие вот такие между ряде сорок а от каждого в ряду полтора полтора да и они стянуты арбузы есть кустовые тыквы а есть лежащие арбузы не кустовые кабачки а тыквы кустовой нет ну я вот вижу в огороде смотрю даже с балкона смотрю тетка думает да что же это у него такие во первых такие лопухи и у него так вот тут одна вот тут вторая а вот тут третья на уголок и они ползут по огороду представь а расстояние прям такое метр полтора метр двадцать ты чего ширить и они крупнее только там много там можно сделать огороды ну да ну сажаю там где у нас один ряд есть и еще один посадить и выбрать получше тогда семена да выберешь самих таких которые на тебя смотрят так что можно не замачивать короче а мы же не замачивали все сажали так и уже вон посадили кто тыквы посадили да зашли да да уже в конце города мы вот эту вот эту вот эти желтые не прогорклые ли они Витя а мне кажется это сорт такой а может разносортные а ты возьми раз а ты что попробовала ооо сейчас вот у него чувство горчит во рту да попробуй еще белую сейчас Витя попробует может такая же она а мне кажется это сорт какой-то может это желтая вот там я должен уже сгиркла знаешь уже потеряла не она была бы ну не плотная она так смотрю плотненькая не кашистая но не не зеркла нормальная 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 короче я не знаю что перебирать ну вот смотри я же тебе выбираю красавицы кузотеньки да кузотеньки ну вот это наверное уже и хватит да наверное еще эти арбузы ну мы и дыни посадили уже и арбузы и дыни сажали мы? арбузы посадили так а как мне я сажаю знаешь где так в конце у вас там тыквы посажены а еще мы хотим по самой межи кукурузу ну это по самой межи да от межи мы отступили тыква пошла а туда кукуруза будет идти а перед тыквой слева от столбов ну вот это вот я сажаю эти вот сажаю а справа вам место надо еще для дынь да в конце справа да дыни еще кукурузу а я беру левую сторону да 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 отступаю арбузы не хочешь кукурузу есть у меня а что их уже можно сажать да но у нас же взошли арбузы взошли нет Лена не путай то огурцы взошли огурцы и кабачки они долго лежат очень долго можно садить просто обозначить они очень долго вылазят я ямку видела я делаю и ты видишь вот появилось и все он специально граблями ее не загребает чтобы видеть эту ямку чтобы следить за как выходит этот вопрос так поняла а на какую глубину эти тыквы не глубоко не глубоко не глубоко короче сантиметров пять ну тыквы воно вниз а арбузы вот это что же арбузы тоже не глубоко не глубоко не глубоко что девчонки о чем разговор целый ряд посажено но я не могу вспомнить то ли огурец то ли кабачок и никто из нас не сажал может соседи посадили да да прям бредочек ага и нашли два огурца под забором проросших на 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 еще ряд. У меня огурцов дофига. Если я за вот этим забором посажу, прокопаю. Так огурец же любит. Подожди, солнце-то с этой стороны. А что тень, если солнце-то с этой стороны? Как ты думаешь, со стороны вот тут садочка, Юля хочет ряд огурцов посадить. Пойдут они? Вот тут за... Да. Вот тут тени пойдут. О, вперед. Витя, мы вот здесь, что-то сад... Нет, Юля, у меня к нам же тени не надо. Только прямо единой ступени. Вот что у нас растет? Из собаки. Виктор, вы тут сажали что-то? Да, кто у нас здесь растет? А вот и что? А ничего же огурцы? Два. Вон огурцы. Вот смотри. Вон. Огурчики, да. А что, мы их тут сажали? Ну да, а кто же сажал? Два. Три вижу. Мама, не помню, что их сажали. Она вообще не помнит ничего. А меня как звали с утра? Ивановна, не помнит беднанец. Витя, я действительно не помню, что мы тут огурцы сажали. Ну все же, Елена. Посадили, что... А вот еще два откуда пришли? Забула? То вы, наверное, может уронили. Тут мы садили петрушку. А вы трезвые были? А? Трезвые были? Совершенно. Никто не наливал вообще. Не, это же было когда, полмесяца назад. Попробуй все упомню, да? У вас уже кукуруза повылазила, да? Да. Да. Ясно. Все, значит тут два или один ряд? Вижу, надо было палочкой хотя бы отметить. А я бы тут сейчас помидоры сажала, понимаешь? Нет, ну ты бы увидела огурец? Ну а вдруг? Я вечером выйду. Я ж могу вечером выйти на огурец, не побачить. Юречка, отступи, бо огурцы ж будут виться. Да, да, да. Все, все, все. Вот так буду уже трястися. Витя, захвати пару ведер сразу в водички. Все. Маяк есть. Да, два ряда зайдешь. Серега, я тебя тут хотел гукнуть, но что? Ты не почув. Аисти. Три аисти тут летали. И то ли вороны, вот эти круги, круг, круг, круг. И три аисти, и три аисти этих ворон, вот черные такие они. И что-то они там не поделили, да? Да, не поделили. И так, а если одно отгоняет, то и оттуда. Значит интересно съемка, только надо, чтобы была эта, да? Длиннофокусная, да? Да, да, да. Такие бы сюжеты. У меня есть он, я вожу с собой. Ну, может быть момент. Ну да, момент. Всегда с собой не поносишь здоровье. Да, да. А эти же моменты бывают оху жизни. Все, мы ушли. Все, счастливо. И вам так же. Ребята, огородники идут. Идут тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Идем, короче, мама с Витей сажают помидоры. А мы идем сажать на свою часть огорода. Эти. Тыквы, тыквы покидаем, чтобы короче... Боже. Витя, что, в труселях? Сейчас что? Выгорает. Это нельзя снимать. 18 плюс. Понимаешь? Не буду показывать. Пока до конца участка дойдешь, уже и вечер. Понимаешь? Уже и солнце сядет. Какое сейчас? Офигеть. Сейчас ни конца, ни края. Ё-моё. А они тут будут еще арбузы дыни сажать. Справа. А наш участок у Сёпа послева. Тут где-то в конце они будут сажать еще кукурузу. И посадили ряд тыквы. А оно видно, по-моему. Сейчас посмотрим. Так. Где? Я не бачу. Так. Не пойму. Мама сказала, что ряд тыквы. Это что? Нет, это сорняк. Он сказал, побачишь круглые лунки. Чтобы мы по ним не понаступали. Я вообще не вижу. А, вот они. Вот, вот. За ними, да? А, оно уже и зашло. О, всё. Тыквы. Угу. А мы за ними отступаем где-то там. Нет. Да. О, всё вот так вот отступим, наверное. Да? И пойдём, да. И пойдём. Делаем. Тяпочки круглые эти самые. Надо стараться как-то ровнее. Что-то у нас как-то всё сикось и накось. У нас плохой глазомер. Ну, не охота париться с этими. С натягиванием верёвочек там такое, да? Не хочется. Ну. Постепенно привыкнем. Глазомер он развивается. В процессе сажания. Всё, поехали. Погнали. Погнали. Сейчас мы работу п Eva. Погнали. Уcuывая! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok